Географическая и историческая близость Беларуси и Польши во многом обусловила схожесть традиций наших народов, а значит и сохранение историко-культурного наследия задача общая. Именно ее решение – главная цель многих проектов, реализуемых в рамках программы транскраничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина. Сегодня состоялось стартовое заседание круглого стола по очередному мини-проекту, направленному на возрождение народных традиций при проведении местных праздников и обрядов. Мы живем, по сути дела, на одной земле. Вот польская сторона и белорусская сторона, мы тут граница, так сказать, поэтому у нас сохранились и одинаковая культура. Поэтому вот мы в этом проекте международном, который мы выиграли, и нам поступили сейчас деньги с Евросоюза, мы его реализовываем. И реализовываем в том плане, что сегодня были приглашены наши польские коллеги для знакомства и для обсуждения тех вопросов, которые мы должны решать в ближайшее время. Проект специфический, но очень интересный и очень важный для культур наших народов – Польши и Беларуси. Главная цель этого проекта как для польской, так и для белорусской стороны – культивация традиций, а также их передача молодому подрастающему поколению, так как именно от них зависит наше будущее. В рамках проекта на белорусской стороне будет проведен польско-белорусский кулинарный конкурс среди хозяев агро-экоусадеб Еврорегиона Полесские Пресмаки, а также калядный обряд конники. Польская сторона пригласит белорусов на свои дожинки. В рамках этого проекта будет организовано несколько мероприятий на территории Беларуси, на территории Польши. На территории Польши ближайшие мероприятия – это будут дожинки, будут проходить в Гмине-Васловице. Организатором ответственным является в данном мероприятии польская сторона. На нашей стороне будет проводиться уже неоднократный праздник – это Полесские Пресмаки среди хозяев агро-усадеб. И по итогам данного мероприятия будет издана брошюра с рецептами старославянских блюд. А также в январе месяце следующего года будет проведено мероприятие «Конники». Это мероприятие, которое уже пытались возродить не единожды. И посредством наших польских партнеров мы постараемся, буду надеяться, что удачно возродить его вновь. Активное участие в проекте принимают хозяева агро-эко-усадеб как с белорусской, так и с польской стороны. И это не случайно. Именно они – один из главных инструментов в деле возрождения и сохранения историко-культурного наследия. И такое сотрудничество – отличная возможность обмена накопленным опытом. Часто приезжают к нам польские этнические группы, этнические общества. И они очень тоже охотно поддерживают традиционную культуру нашего полесского региона. И им интересны наши песни, наши обряды. И еще очень интересно и красиво, когда у нас проходили мероприятия на усадьбе. И запевалась песня какая-то, и ее подхватывали украинцы, поляки и белорусы. Именно вот эти старинные полесские песни. Это была, конечно, очень сильная энергетика и было очень здорово. Реализация проекта по замыслу организаторов должна поспособствовать возрождению и культивированию общих традиций приграничных территорий, а также интеграции населения двух стран в культурной сфере. Все это уже в обозримом будущем может принести пользу еще и материальную, так как подобные инициативы – серьезный этап развития туристических объектов и событийных праздников, что, безусловно, повысит интерес к ним и, как следствие, посещаемость, а значит, увеличит доход. Продолжение следует...